Участники готовятся к началу отборочного тура. Среди них есть чемпионы мира и Европы, а также заслуженные мастера спорта Украины. Рукопашным боем многие занимаются с юных лет. Говорят, это помогает поддерживать форму, чтобы лучше бороться с преступниками. Это как хобби. Мне нравится. Тут много друзей, общаюсь с ребятами. Приезжаю получить эмоциональную разгрузку, увидеться с друзьями, пообщаться. Уже спортом давно занимаюсь. Это уже мое увлечение. Соревнования, тренировки. Свои достижения надо показывать на соревнованиях, чего достиг. Всех участников разделяют по весовым категориям. Бои проходят при полной экипировке. Обязательный шлем, наколенники и защита паха. Соперника можно бить руками и ногами, а также проводить болевые захваты и броски. Все виды единоборств, которые есть. Все виды борьбы, бросковую технику, самбо, дзюдо, вольная классика. Все виды ударной техники. Колени не бьют, коленями не бьют. Есть определенные ограничения. Стиль очень динамичный, красивый, благородный. Победили в турнире сотрудники Беркута. Вторым был Сокол. А бронзу забрали бойцы из Мариуполя. По окончанию турнира у всех призеров будет короткий прерыв, после чего они отправятся на чемпионат Украины. Остаивать честь региона и бороться за звание лучшего спортсмена страны. Отберем лучших и проведем спортивный сбор, где составим команду и будет проходить чемпионат Украины. Мы нашу команду будем представлять на этом чемпионате Украины. Чемпионат Украины состоится в Полтаве в конце марта. Елена Антонова, Сергей Аганесян, Владимир Ребриков, Панорама. Продолжение следует...